Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. На фрукты Елены Гайнановой я засматривалась очень давно. Но до того, чтобы их сплести, все никак не доходили руки. Фото-мастер-класс Елены я выучила наизусть. Плела я свои фрукты и делала форму по фото-мастер-классу Елены Гайнановой. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. В комментариях к своему мастер-классу Елена говорит, что яблочко можно сплести по любой форме. Пиалу я брала, по которой я плету свои кружечки, сделав крышечку к этой пиале из гипса. Как работать с гипсом я не знала, поэтому долгое время обходилась без фруктов. Но вот и мне сделали заказ на яблоки. И я хочу с вами поделиться, как я плела яблоки. Сначала я расскажу о процессе изготовления формы, как это делала я, чтобы сплести яблоко. Мука. Соль мелкая, экстра, не иодированная. Вода полкружки. Холодная. Начинаю вымешивать тесто. Это классический рецепт соленого теста. В кружке у меня еще осталась вода. И вымешиваем хорошо. Тесто – это самый дешевый вариант. Так, сюда. И леплю форму крыши у яблока, какую хочу сделать. Беру подсолнечное масло и смазываю вот эту форму, которую буду заливать гипсом. Смазываю стенки, чтобы гипс не прилип к стенкам. И низ сам. Перекладываю. Перекладываю. Немножко деформировался, но потом это срежется. И смазываю подсолнечным маслом, чтобы к нему не прилип гипс. Развожу гипс до состояния густой сметаны и заливаю. Гипс высох. Вынула форму из ведерка. Я уже вычистила тесто. Если маслом хорошо смазано, вот она вышла. Тесто вычистила. И теперь кладу эту форму назад в ведро. И теперь буду гипсом заливать вот именно ту форму, под которой плести. Форму чуть-чуть подправила, где откололось. Тесто залепила. Она не до конца спустилась, потому что она размером больше вышла. И сейчас буду разводить гипс. И опять заливать. Форму смазала маслом. И заливаю опять. Надо было в пакет вставлять, как я перед этим пакет прокладывала. Выпускаю воздух весь, чтобы он вышел. Я думала, что будет достаточно того, чтобы просто маслом промазать. Забыла сделать отверстие под крепление. Обычным кухонным ножом вот лишнее убираю. Сейчас сплету яблоко и посмотрю, что еще убрать. Вот моё первое яблочко, которое я плела по своей форме. Да, практически все везде совпадает. Для красоты надо, чтобы количество стойчик на крышечке совпадало с количеством стойчик, которые будут выходить вот сюда. Вот здесь вот. Потому что иначе узор сам не совпадает. Во-первых. Во-вторых, пришлось чуть-чуть форму, конечно, кое-где пообтесать ножом. Так же, как и делали. Вот я, во-первых, на дырочке ровно посредине сделала для крепления. Я сделала чуть-чуть, у меня они убежали. Я не обратила внимание на это. Переделывала. И один бок у меня получился чуть-чуть выше другого. Тоже пришлось его стесывать. Он получился более крутой. Ну вот. Сделала. То есть, с первого раза сразу у вас, конечно, не получится. Надо чуть-чуть форму подогнать, одну к другой, и высчитать количество рядов. Но даже вот с первого раза, в принципе, сейчас я количество стоечек высчитаю. И уже сниму, покажу, как я это плела. На яблочко у меня ушло около 200 трубочек. Это вот маленькое яблочко. И плела я тремя трубочками. Готовлю трубочки к плетению. Как из чего и на какую спицу их накрутить, можно посмотреть по ссылке на ваших экранах. Трубочки у меня накручены на спицу 1 миллиметр. Ширина полосы 7 сантиметров. Лак белый. Ложку я беру. Эмаль. Четверть ложки этой эмали. Добавляю колера. Две ложки, наверное, я бухнула. Две ложки. Колера вот такой, зеленый яблок. Так, хорошо размешиваю, потом буду добавлять воды. Ложку Акватекса Сканди Айсберг. Так, 250 миллилитров воды. Оставляю трубочки покрашенные просохнуть. Когда они высохнут, буду красить этим раствором второй раз. Когда трубочки покрашенные просохли, я их обрабатываю лак-вода. Посмотреть можно по ссылочке на ваших экранах. Красные трубочки для покраски мне нужен колер алый. И Акватекс Сканди Антисептик Акватекс. Цвет Айсберг. Я беру ложку Акватекса. Уже положила. Так как мне надо покрасить всего 210 трубочек, не очень много, я беру полную ложку, одну колера. Размешиваю и добавляю 100 миллиграмм воды. Этим составом крашу трубочки в два этапа с полной просушкой между этапами. Для донышка маленького яблока я беру крестовину в форме имитации цветка сахара. Ссылочка на видео, как я это делаю, сейчас появится у вас на экране. Получается 6 стоечек. К этим 6 стоечкам я прибавлю еще по стоечке. Вы берете свою форму. Вот где донышко, то есть на чем будет стоять. Измеряйте. У меня вот вышло при оплетании донышко у меня 7 сантиметров. 7 сантиметров, то есть на расстоянии 7 сантиметров. Вот у меня веревочка из трех трубочек пошла. До этого до 7 сантиметров. С того места, где пойдет стеночка, подъем на стенку, надо перейти на веревочку в 3 трубочки. Для того, чтобы переход был незаметный и в конце здесь мы, когда будем заканчивать, все состыковалось, веревочку надо сразу закрывать. Ряд веревочки в 2 трубочки я закрываю. То есть начало стежка я проклетаю как прямую веревочку, а вторую часть как обратную. То есть меняю последовательность. Сначала завожу то, которое вверх, а потом то, которое вниз. Подробнее, как закрыть ряд веревочки из 2 трубочек или из 3 трубочек, есть видео на моем канале. Можно посмотреть по ссылочке, которая у вас сейчас на экране. Перед тем, как плести еще один ряд, я к каждой стоечке добавляю еще по стоечке, чтобы проплести еще ряд закрепляющие и начать веревочку в 3 трубочки плести. Так как цветок сакура имитацию я делаю на ненароченных трубочках, они получаются вот короткие, я их тоже сразу срезаю под корень и добавляю, получается, около пенька с одной стороны и с другой стороны две трубочки на клей, чтобы потом еще легче их было развести. Помогаю себе ножницами. Так, я проплела, получается, еще один ряд, закрыла пенечки, поменяла стоечки маленькие на большие и добавила по одной. Получилось у меня теперь 12 пар. 7 сантиметров в диаметре. Это то, на чем будет стоять яблочко. Теперь я добавляю еще одну трубочку, третью. Вот я доплела вот это вот. Здесь вот прям видно, если дальше продолжить плести по прямой, здесь у меня вот, видите, здесь я должна ряд закрыть. То есть вот я закрываю ряд. В этом ряду я буду сразу разводить и добавлять третью трубочку. В следующем. Здесь я закрыла ряд, добавляю третью трубочку, просто закладываю ее и проплетаю ряд веревочки из трех трубочек, сразу разводя стоечки. Я доплела ряд до конца и также стыкую две перед, одна за. Теперь я беру форму, кладу сверху, опускаю стоечки, так как форма, стоечки длинные. и плету теперь прямой веревочкой, так, чтобы, когда станет удобно, я переставлю, поверну, внутрь поставлю утяжеление, а пока проплету несколько рядов веревочкой в три трубочки. Я не могу здесь сделать отверстие, поэтому устанавливаю по центру и утяжеляю. чтобы дно не затиралось, устанавливаю, прокладываю лист, гирю уже ставлю внутрь. Если внимательно смотреть, когда плетешь, вот постоянно узор идет вот. мы плетем и в один прекрасный момент мы доходим до вот такой вот, где две перекрывает. Видите? Вот в этом месте и надо делать ряд закрывать. Это две перед, одну за. Закрываем ряд и немного опускаем, потому что чтобы не было здесь подъема. Все, вот мы закрыли ряд. И вот сейчас я плету последний ряд, перехожу, оставляю чуть-чуть недоплетенным. Открываю, вырезаю. Вынимаю форму, заправляю. Одеваю на форму пакет. Ставлю ее назад. Грунтовать буду на форме, чтобы... Вот это яблочко я сняла с формы и делала бортик уже без формы. Грунтовала потом. В результате, когда я пыталась подогнать крышку, вот тоже одевала, ее грунтовала, у меня форма деформировалась у яблока. одев крышку, исправить форму у меня не получилось. И вот она получилась у меня вот такая. Грунтую я клеем ПВА разбавленным пополам с водой. Не касаясь самих стоечек, потому что сейчас, когда высохнет все, я буду делать внутренний бортик. Кисточку я вот срезала, самые кончики, чтобы она была пожестче. Чтобы вот такого не было. Вот клей, когда заливается внутрь, его жесткая кисточка оттуда вынимает. Оставляю высыхать. Когда высохнет, тогда увлажню стоечки и буду делать внутренний бортик. Пока он высохнет, буду заниматься крышкой. Я также беру крестовину 3х3 и потом буду добавлять еще по одной стойке. Подробно, как оплести крестовину веревочкой в две трубочки, можно посмотреть по ссылочке на ваших экранах. При плетении крышечки я тоже сразу начинаю закрывать ряды. Веревочку в две трубочки закрываю ряд. Проплела 4 ряда и добавляю каждой стойке на клей еще по стойке. Проплетаю еще ряд для закрепления. Закрепляю плетение на форме. Хомут пластиковый. Придаю форму углубления. Лучше, конечно, если крепеж выйдет вверх сюда, чтобы он не мешал плести потом. Здесь получается мы начинаем разводить сразу веревочкой в три трубочки. Плету в веревочку в три трубочки и сразу развожу стойки и уплотняю плетение, чтобы не было отверстий. крышечку я плету тоже закрываю ряды. вверху 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 и вверху и вверху и вверху надо было сразу нарастить. Остались стойки очень маленькие, для загибки их не хватит, поэтому я их обрезаю и на их место на клей добавляю другие длинные. Доплела, закрываю ряд. Сейчас буду делать загибку розга и чуть-чуть по-другому. Рабочие трубочки срезаю перед стоечками. Сначала я все стоечки, которые есть, все, укладываю вот так, как будто поднимаю. Когда подъем стоечек идет заодно, все стоечки укладываю вот так. Чтобы сделать пенечки незаметными, я процесс розги разделила на две части, чтобы пеньки были не видны. сначала завела вот заодно все. Теперь беру с любого места веревочка из трех. Раз, два и к третьей. То есть у нас должна быть вот так вот она розга. Вот сюда мы должны под вот этот виток должны были вот сюда пропустить и вот здесь обрезать. Но чтобы вот так как у нас мало, здесь бортик будет маленький, я решила обрезать и не вот сюда заводить вот как ножницы. Вот здесь вот должна была трубочка вот здесь вот пройти. А я ее вот в плетение уберу. и так же с остальными поступаю. Следующую. Беру следующую трубочку надломовую, где она зайдет в плетение. Кончик срезаю. и убираю. Загибка получается почти как розга, но кончики убираются в плетение сразу. Нигде они торчат не будут. И по порядку так поступаю с каждой. Субтитры создавал DimaTorzok дошла до рабочих трубочек. Вот где срезала. Здесь они у меня получается перед стоечками. Сейчас эти заправлю и они уйдут в плетение. Будут не видны. узор точно такой же как веревочка в три трубочки. То есть полностью повторяет ее. Ну и закрывать так удобно тоже. По очереди в оставшиеся последние осталось. Последний виток уложить вот сюда. тоже буду делать как розгу. Чтобы не запутаться можно сначала все трубочки так же как на крышке вывести вперед. Так. Заодно сделали. А теперь мы на крышечке делали вот сюда в это отверстие убирали кончик и обрезали. А теперь я буду не обрезать а вот просто получается выводить внутрь все стойки. Вот так. В каждое получившееся отверстие сверху всех трубочек я завожу сразу ровняю. Закрыть будет тоже легко два отверстия для одного и вот для другого. И сейчас когда я буду делать вверх поднимать стойки сейчас они у меня внутрь теперь их надо вверх поднять так же заодно вот я каждую беру и здесь уже здесь у меня видите повторяет рисунок здесь некоторые ослабились поэтому я их подтягиваю чтобы они вровень стали и поднимаю заодно вверх здесь вот место зарезервирую чтобы потом ровненько вставить стоечку а так вот вверх заодно я каждую вверх и проверяю чтобы здесь они натянутые были и вверх шли тоже натянутые здесь соединяю две трубочки тупыми концами и начинаю плести внутренний бортик здесь уже смотрю что тоже подравниваю все одеваю когда плиту бортик на себя вот так вот эти стоечки делаю потому что он норовится обраться к центру стянуться иначе очень легко будет одеваться крышечка болтаться будет бортик я сплела плела веревочкой в две трубочки теперь так же как и бортик вот этот вот я закрыл бортик на крышке я буду закрывать розкой только в две трубочки для того чтобы сделать ее легко было я сначала все стоечки уложу сюда наружу наружу теперь так же как и при розке в три трубочки только эта розка у нас веревочка в две трубочки поэтому розка будет две трубочки одну трубочку оставляю то есть два отверстия первое во второе сюда эту трубочку надо спрятать я помогаю себе ножницами делаю отверстие и прячу трубочку туда вот нам повторяет рисунок веревочки буду грунтовать внутренний бортик то есть вот чтобы поплотнее прилегло я загрунтую его вот одеваю пакет грунтую вверх от яблока уже на форме внутри я тоже погрунтую сниму сверху надеваю еще один бинтом стяну два края вот у меня есть эластичный бинт перетягиваю два края перетянула затянула сформировала чтобы она сохла а чтобы она сохла просыхала доступ воздух был сверху я разорву пакет и в таком положении оставлю чтобы она просыхала когда плела яблочко свое первое я не заметила что взяла взяла разные трубочки из разных пакетов колер таким же таким вот красила красная взяла губку и вот у меня изделие прогрутовано но еще я не наносила лак коричневого цвета с двух сторон обрезаю ее и с этой стороны вставляю формирую черенок одна светлая сажаем галочку посерединке делаем букву причем левая сторона левая сторона трубочка сверху находится мы ее до конца и ту которая слева вот она же внизу ее заводим и у нас должно получиться две трубочки в одну сторону две трубочки в другую поэтому под низ вот под низ чтобы они связались друг с другом переворачиваем чтобы было удобнее листик я делала по фото мастер-классу Тамары Задориной ссылочку на ее страничку в Одноклассниках вы найдете в описании под видео спасибо ей огромное за то что она делится своими знаниями обогнули и ушла она вот вниз обогнула нижнюю стоечку и легла сверху теперь та которая у нас внизу оказалась огибает верхнюю опять идет вниз и так же продолжаем та которая внизу огибает верхнюю идет вниз и продолжаем так дальше узор у нас получается на изнаночной стороне одна сторона листика выходит с одной трубочкой с одной половиной трубочкой другая сторона другая половина трубочки в это в эти кончики я вставляла леску чтобы листик можно было сформировать в том положении в котором вот удобнее м Продолжение следует... Продолжение следует... И я закрутила проволочку, чтобы сформировать окончание с этой стороны. И теперь буду заполнять пустоты. Эта трубочка все закончилась. Место для нее закончилось. А этой трубочкой я еще один виток делаю. И ее тоже обрезаю. И фиксирую. Мне удобнее всего сюда, между витками ее, как я проволоку стягивала. Вот такой листик получается. Так, проволочку я обрежу. Беру трубочку коричневого цвета. Собираю все толстой стороной. Внутрь заправляю эту трубочку. И начинаю обматывать. Укладывая виток к витку. Делаю глубокое наращивание. Вот так. В конце я вывожу пустик на изнаночную сторону крышки. Подтягиваю, чтобы здесь все затянуто было. Перебрезаю и прячу плетение. Перед тем, как загрунтовывать окончательно, я вот тут вот клею. У меня клей. Проклеиваю клеем, чтобы усилить. Жду, пока высохнет. И потом вверх еще раз грунтую. И вскрываю в аборт. Как я закрывала бортик на зеленом яблоке, я показывала в мастер-классе. Я также закрывала бортик на своей первой шкатулке. То есть вот просто срезала. Стоечки. Мне не очень понравилось. В этом можно проще найти вариант. Я срезала стоечки, прокапывала клеем. И когда плела веревочку из двух трубочек, просто накрывала срезанные пеньки. И они не видны. На большое яблоко у меня ушло около 310-220 трубочек. На маленькое яблоко, я уже говорила, 200 трубочек уходит. Ну, лучше с запасом там 220 брать. Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал. Находите меня в социальных сетях. Контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам огромное за внимание. До свидания.